В этом мире нет неудачливых людей. Есть только люди, которые приняли вот эту идею в свое сердце, что у них ничего не получится. Какое бы препятствие ни было высоким, это препятствие является рычагом для того, чтобы стать еще счастливее. Ну, допустим, привожу пример, это будет для вас очень парадоксальное знание, необычное, но это правда. Вот если, допустим, человек сидит на коляске, он обездвижен, это значит, что рычаг для его счастья имеет колоссальную величину. Ну, то есть, другими словами, у него очень большой рычаг для счастья, понимаете? То есть, ему стать счастливым невероятно сложно, потому что он не может двигаться, он зависит постоянно от других людей. Но вот теперь я вам скажу, потому что я это видел в своей жизни. Если этот человек все-таки смог принять свою судьбу и радоваться жизни в таком состоянии, то вот этот вот рычаг становится силой, которая будет помогать другим людям и сделает его необыкновенно успешным. Я видел одну девушку, которая тоже обездвижена в результате аварии, 18 лет. Эта девушка жила необычным образом. Родители утром уходили на работу и вытаскивали ее во двор на коляске. И она во дворе, собирались люди к ней, а она вот такая сияющая, счастливая, потому что она постоянно жила в молитве, понимаете? Я знаю лично этого человека. И люди постоянно шли потоком к ней, потому что она всем дарила удачу в жизни. То есть она поговорит, у человека все сбывается, ему легче жить становится. То есть она дарила всем удачу, и они ее и кормили там, и помогали пописать, когда надо. Ну то есть она ни в чем не нуждалась. Она там на улице жила, пока родители были на работе. Другой случай, это молодой человек тоже на коляске. Он начал слушать мои лекции, потом начал работать над собой. Потом дальше он начал, воспрял духом, понимаете? Вот этот рычаг начал работать колоссальной силой. То есть если человек сильно унижен судьбой, это всего лишь та палочка, которая нужна ему для того, чтобы быть гиперсчастливым человеком, понимаете? Это не для того, чтобы он в дерьме как бы всю жизнь жил, и потом может быть чуть-чуть поменьше дерьма, если ты побеждаешь судьбу. Нет, ты побеждаешь судьбу, и ты вот это вот, когда преодолел, вот эту силу унижающую тебя, эта сила потом становится, тебя возвышает над всеми людьми. Ты становишься гиперсильным человеком, понимаете? Этот молодой человек начал помогать людям, вся деревня начала к нему ходить. Люди выстроились в очередь, понимаете? Они жили очень бедно с матерью до этого, очень бедно, она не работала, она жила на пенсию, он тоже инвалид. Они еле перебивались просто, но он не парился, он был счастливым. Сначала нет, но потом он восстал против этого и начал становиться счастливым. И произошло чудо, понимаете? К нему начали, сначала одна пришла посоветоваться, потом вторая, потом просто хваломчество, и постоянно что-то несут люди. То есть они перестали нуждаться в продуктах, перестали нуждаться в одежде. То есть все в жизни у них стало... Ну, то есть они счастливы начали жить вдвоем с мамой. Молодой человек начал работать над собой, там зарядки постоянно делает, то есть его тело восстанавливается, он потихоньку начало. Но самое удивительное заключается в том, что пришло время, и мама перестала справляться. Надо же на всех готовить, которые... Она всем говорит, мне нужна помощница какая-то, чтобы... И одна молодая девочка пришла и помогает. Она помогает, такая заботится, ей там работает, все делает. Вот, и потом подошла к нему, говорит, я тебя люблю, хочу за тебя замуж. Он говорит, я инвалид. Ты что, с ума сошла? Вот такая красивая, молодая. Она говорит, я тебя люблю, хочу за тебя замуж, никуда отсюда не уйду, пока меня не возьмешь. И там осталось, у него дома прям живет. Он думал, думал такое, долго думал. Взял замуж, и она его победила. Результат какой? Постоянное фоломчество. Жена хорошая, хорошая мама и счастливая жизнь. Понимаете? У человека, который был обречен просто. Он был ноль просто, понимаете? Классная история. Теперь сравните свою обреченность с его обреченностью. Поймите, что у вас не так все плохо. Надо просто восстать, понимаете? Против этого чувства, что у меня ничего не получится. Восстаньте против этого чувства. И у вас все будет классно в жизни. Просто чуть-чуть подождите. Потому что нужно время для того, чтобы айсберг перевернулся. Сначала он будет таять снизу. Вы не будете замечать, как меняется ваша жизнь. Но придет время, и все произойдет в одну секунду.